Здравствуйте! В эфире программа «О чем говорят». Точно о чем говорят баскетбольные болельщики, так это о Кубке России, 1-8 финала. 1 декабря матч. С гостями из Приморья сразятся наши ребята, баскетбольный клуб «Самара». О них в последнее время много говорят, и у меня в гостях Камопа Гасян, президент клуба, и Владимир Пичкуров, игрок баскетбольного клуба «Самара». Здравствуйте! Спасибо большое, что пришли. Я понимаю, что у вас напряженные дни идут, но тем не менее. Кстати, Володь, скоро год, когда ты вернулся в Самару, все освоился. Команда стала родной? Да, конечно. Она и была для меня родной. Ну, тем не менее, все-таки поиграл и в подмосковных Химках, да, и куда-то там еще. Да, я был в подмосковных Химках долго, потом уехал в Волгоград, некоторое время там был, но там не играл, поэтому вернулся, чтобы играть в баскетбол за Самару. Я думаю, правильный выбор сделал, верно? Безусловно. Ну, не вина Володе, что он ушел, потому что в тот момент, когда он уходил, такой инфраструктуры развития баскетбола у нас не было. И наши, кстати, и не только Володя, таких примеров можно назвать много, вынуждены были уйти, но, к счастью, ситуация сейчас... Теперь пускай питомцы возвращаются. Безусловно, что мы, в принципе, и сделали, и практически те, которые сейчас играют в нас в клубе, они уже вернулись к себе домой, и у них есть игровая практика, и не зря вот Володя является одним из лидеров команды. Самое главное, что болеем теперь точно за наших, не просто, да, варяг какой-то приехал, да, наш самарский парень. Хорошо, давайте вообще сначала о делах клуба поговорим. Вот, старт баскетбольного сезона, он позади, и как дела у клуба, вот, в целом? Знаете, не хотелось бы сглазить, но стартовали мы очень хорошо, причем по всем подразделениям. Если начинать с самых маленьких, то наши мальчики, самые младшие, 2000 года рождения, впервые стартовали в Европейской баскетбольной лиге. И после первого этапа мы выиграли 4 игры из 5, и идем там на втором месте из 16 команд в Европейской лиге. Юношеская команда, это мальчики 16-17 лет, 97-98 год рождения, они первый этап в Сургуте выиграли все 4 игры из 4. В данный момент они находятся сейчас в Питере на первом полуфинальном этапе, и там по сегодняшний день пока идут без поражений 3 победы в 3 играх. Команда высшей лиги, для сравнения скажу, самая молодая команда высшей лиги, там мы играем молодежным составом, средний возраст команды 19 лет, и мы в 10 матчах одержали 6 побед, что для нас является очень высоким результатом, причем из 10-6 игр мы и сыграли на выезде. То есть мы на выезде тоже выигрываем достаточно успешно. Ну а что касается... Самому приятно об этом говорить, я чувствую. Что касается главной команды Суперлиги, это как бы наша самая большая вершина, здесь мы после 9 игр одержали 5 побед, были 2 досадных поражения, это в Барнауле мы проиграли в концовку, и в драматической концовке проиграли Динамо Москва в Москве. Но надо отдать должное, ребятам они бились во всех матчах, и из 9 игр, которые мы сыграли уже, мы 7 сыграли на выезде, что является достаточно высоким показателем. У нас большая часть игр потом будет домашних, поэтому мы думаем, что мы наверстаем наши победы и будем радовать наших болельщиков. Давайте вот чуть-чуть поподробнее о клубе, вот на кого делаете ставку? На местных, на наших, на самарских ребятах. Мы как-то на эту тему уже разговаривали, и тем не менее. Ну, во-первых, до Суперлиги у нас все игроки местные, все без исключения. Это либо воспитанники баскетбольной клуба Самары, либо есть воспитанники Тольяттинские, есть воспитанники Новокубжевские, но в основном это самарские игроки. У нас единственные приглашенные игроки есть в команде Суперлиги, там у нас 5 человек, вот эти 5 приглашенных игроков, причем Кирдячки у нас играет второй сезон, а в этом году мы пригласили еще трех игроков. Василия Мартынова к себе взяли. Да, ну, с Мартыновым у нас немножко особая ситуация, потому что парень 95-го года, и это один из лучших первых номеров вообще в стране. Вообще такой титулованный мальчишка. Да, его нам рекомендовали, мы с ним заключили многолетний контракт, и я надеюсь, он у нас раскроется, и он уже с командой Суперлиги уже приносит свою определенную пользу. А ты с ним в Химках не соприкасался, он же тоже в Химках играл? Да, мы были с ним вместе в Химках, но в разных командах. Он просто младше. Пересекались. Ну, 5 лет разницы, я понимаю, да, он помладше. Как оцениваешь? Молодец, мне нравится, как он играет. Взяли-то, я его не просто так, я имею в виду, Мартынова. Мы его взяли не просто так. Во-первых, он настолько силен для своего возраста, что у нас ведь очень молодая команда. В высшей лиге мы играем практически в 95-м, 96-м, 97-м годах рождения. Поэтому для наших ребят будет очень хороший стимул для того, чтобы вы хотите быть выше его. Подтягивайтесь. 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 Доказывать это на площадке. И мы хотим. Он все-таки не московский, он из соседней республики Татарстан. Поэтому он наш, в общем-то, сосед. Казанский воспитанник. Поэтому он сюда пришел, потому что он хочет играть. И вообще, слава о баскетбольном клубе «Самара» идет какая. У нас молодые ребята играют, не сидят. Если, допустим, есть возможность... Вот, например, конкретный пример. У нас есть наш воспитанник Щукин. Он у нас игровой практикой... Ну, так получилось, что он не попадал в состав. Но держать парня на скамейке, это было бы неправильно. Ему там 94-го года, 20 лет. Ему надо просто играть. Конечно. И мы не стали его отдавать куда-то за пределы Самарского. Мы его отдали в «Красные крылья». Он сейчас в молодежной команде. Там игрок стартов в состав. Пожалуйста. Поэтому мы делаем все, чтобы наши ребята не покидали регион. Кстати, про «Красные крылья» заговорили. Тут же вот, казалось бы, два местных, но вроде бы соперничающих, во всяком случае, должны друг с другом клуба. И тем не менее, насколько я понимаю, где-то соревнуетесь, а так отношения стараетесь поддерживать. Ну, конкуренции еще никого нет. Добрые, я хотел сказать. Да, конкуренции еще никого нет. Безусловно, мы не враги. Мы просто, раз мы находимся на одном поле баскетбольном, конечно, мы должны конкурировать, мы должны соревноваться. И конкуренция еще никому не мешала. И конкуренция позволяет не расслабляться, а наоборот стремиться своего соперника обыграть. Поэтому мы в этих ситуациях и находимся. Год назад, два года назад мы были слишком далеки от «Красных крыльев». В прошлом году даже, когда мы встречались, я даже не стал сравнивать и говорить, потому что смысла не было. Сейчас уже... Да, сейчас, да, мы с ними на турнире «Приматов» встречались. Две игры выиграли мы. До этого мы играли товарищи с ними игры. Одну игру проиграли, две игры выиграли. То есть, они тогда играли без легионеров. А у нас легионеров изначально нет. Изначально не было. У нас несколько российских игроков. Кстати, хороший показательный пример для многих российских команд. Набирать из своих ребят и не использовать легионеров. Я считаю, надо быть патриотом своей страны, патриотом своей земли, на которой ты находишься. И это кощунство, когда мы платим большие деньги иностранцам, забывая про своих. Баскетбольный клуб «Самара» по этому пути никогда не шел и идти не будет. Единственное, когда мы играем на самом высоком уровне, здесь без легионеров не обойдешься. Но это должны быть точечные приобретения, а не массовые. А не массовые. А не вся команда бегает. И по-русски ни одного слова сказать не может. И я что еще хочу сказать. Конечно же, вы скажете, каким образом вам удается показывать такие результаты практически по всем нашим подразделениям. И здесь я хочу поблагодарить и правительство Самарской области, и лично губернатора, и министерства спорта, потому что они нам помогают и финансово, и предоставляют нам главную арену, баскетбольную арену области, это МТЛ-арена. Хочется поблагодарить нашего министра спорта, потому что он прямо в деталях вникает в наши проблемы. Кому как не помогать, потому что пацаны-то наши, самарские. Безусловно. Можно было бы что угодно говорить, если бы там действительно одни варяги играли. А так, правильно, Володь? Конечно. Давайте вернемся к тому, что нас ждет, потому что чемпионат России, кубок России, и уже одна восьмая финала, уже поиграли. И насколько мне известно, вас ждет довольно-таки сильный противник, а игра 1 декабря. Верно? Верно. Ну, Володя уже на себе лично испытал. В прошлом сезоне мы дважды встречались с Владивостоком, с Падпаком Приморья. Мы там проиграли 24 очка, потому что мы пока туда долетели. Мы сыграли еще попутно игры с Иркутском, по-моему. Прилетели уставшие. Да, и потом там очень большая разница во времени. Давайте Володе дадим слово, а то он кивает у нас, сидит. Насколько сложный противник? Мы с вами еще продолжим. Ну, вообще, когда там играешь, у них в Владивостоке, там, конечно, тяжело, потому что, считай, там вечер, у нас ночь, организм не может перестроиться. Вроде спать надо, а играть приходится, настраивать как-то себя, бегать, выкладываться. В первое число они будут в подобной ситуации. Вот, да. Поэтому у нас немного есть преимущества, конечно, в этом плане. На эту ставку лучше не делать, на самом деле. Да, безусловно. Мы уже начали их разбирать. Уже с вчерашней тренировки мы уже знаем их комбинации, какие у них взаимодействия. Мы все это разбираем, изначально готовимся, зная, что они будут делать, чтобы уже против этого работать. То есть мы уже готовимся, чтобы 1 декабря спокойно сделать большой задел надо. То есть выиграть в первую очередь, в вторую очередь сделать большое количество очков, преимущество, чтобы, когда к ним приедем, у нас был уже задел в плюсе. Вот такая сейчас задача. В принципе, у вас за спиной, насколько я помню, еще победу Тверчан, по-моему, разбили? Да, в Кубке России. В Кубке России, да. Ну, здесь нужно сказать, на что нужно сделать акцент. Наша группа, потом будет финал четырех. Кто в четверку попадет, там будет финал. И вот наша группа самая сложная. Потому что уже на одной восьмой финала к нам в соперники попал бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Суперлиги. А «Спартак» – это всегда сильная была команда. Поэтому Володе и его партнерам придется очень в первой игре. Потому что там они будут стараться всячески нас преодолеть. Поэтому нам нужно сыграть настолько хорошо у себя дома. Будем надеяться, что стены, как говорится, помогут. Потому что, ну, как-то, я не знаю, не хочу загадывать, постучать по деревяшке, да. Но я понимаю, что болельщики будут расстроены. Мы приглашаем всех болельщиков поддержать. Потому что игра будет очень тяжелая. Она будет, и она очень важная. Мы всех приглашаем. Будем рады видеть. И ваша поддержка. Где играете? В МТЛ-арене 1 числа в 19.00. Да, поэтому всех ждем. Будем рады вашей поддержке. Ну, можно только пожелать вам удачи, удачи, еще раз удачи. Вот. Если вы играете дальше, что вас ждет? Ну, выход в 1-4 финала. Мы сейчас еще не знаем, какой будет соперник. Наша задача, мы даже об этом и не думаем, нам главное выиграть свою игру. А уж на кого выйдем, там мы уже будем смотреть. Потому что сейчас важно самим пробиться в 1-4 финала. Ну, здесь все зависит от Володи. Он у нас защитник. Да, он у нас один из основных игроков, от которого зависит. И я рад, что наш воспитанник делает погоду в нашей команде. Делает нам хорошую погоду. Спасибо вам большое. Сказал уже удачи. Я думаю, что сейчас все телезрители желают вам всего. Того же. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, это была программа, о чем говорят, смотрите нас на канале Губерния. Спасибо вам еще раз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.